привет вас идея это видео подсказал мне мой знакомый банкир он попросил сделать видео который будет рассказывать про историю становления банковской системы украины что было что происходило ну и что сейчас происходит я думаю это будет интересно не только банкира тем более что я расскажу многое даже то что скажем так может было когда-то за кадром так рассаживайтесь видео будет большое уж извините но я думаю интересно итак начнем советского союза советском союзе существовал ну по большому счету к один банк вот банк ссср вот в украине была киевская контора то есть не госбанк у ссср а киевская контора был еще такой внеш когда-то взялся внеши посыл торг да да он занимался валютой потом его переняли внеш эконом экспортный импортный банк но он вначале за внеш посыл торг вот если советский человек хотел поменять валюту он мог поменять только в этом банке и только в рамках лимита примеру если вы ехали в болгарию могли поменять 300 рублей на 300 болгарских лев а если ехали финляндию то вы могли поменять 80 советских рублей на финской марки а если например вы ехали в сша то 60 советских рублей на американский доллар то есть там она была такая довольно сложно но только там поменять то есть других банках и и конечно вы скажете постойте а сбербанк не было сбербанка понимаете в чем курьез да в разговоре люди называли это сбербанк официально назывался сберегательные народные кассы не сбербанк тут даже проблем не название а вот именно тогда сберегательные народные кассы банком не были госбанком то есть они как структура занимались исключительно населением и смотрите какой нюанс они то депозиты привлекали спорить не буду на кредиты не выдавали за исключением от этого жилищных кооперативно это был тоже довольно специфический нюанс вот человек встает в очередь в очередь получает возможность купить кооперативную квартиру вносит первый взнос а потом приходит сберба точнее в сберегательную кассу и ему оформляет ну часть так сказать долго да под процентом процент небольшой но такого понятия как прийти от сберегательную кассу взять кредит чтобы купить магазине товары не существовало было рассрочка но это никакое отношение человек сберегательным кассам не имел это торговлей занимался совершенно разной структурой а чем занимались вот эти кассы они как бы пересосили рынок собирали депозиты и все в госбанк ну чтобы правильно поняли если взять вот эти все сберегательные кассы или как мы называем его сбербанк он имел счет в госбанке получалось так он собрал деньги люди привезли наличие собрал и отправился ответственно кассаторы отправили госбанк то есть у него как бы был еще ему на счет перечислить безналичные потом ему надо наличие он обратился в госбанк из банка посмотрел можно нельзя выдал перевез раздал вот так это работа то есть система была следующая ну как бы вот госбанк это весь этот такой знаете скроечку притычек вопрос который где дели деньги сбербанка смотрите все очень просто день которые собирали депозиты в советском союзе это все уходило в госбанк госбанк ну во первых все предприятия там не были как в понятии государственной то все и колхозы совхоза обслуживались госбанк счета да то есть получалось так население тут сберегательной кассы а юрлица госбанк да госбанк выдавал кредит согласно плана постановления там вообще система очень интересна то есть кредит это был плановый запланировать но чтобы правильно немножко поняли очень часто эти кредиты выдавали ну безвозвратно взлетела космическая ракета на запуск выдали кредит никто никогда кредит не порошал ну потому что я не разумно упасить ракета улетела выдали кредиты на производство танку танки сделали кредит не погостили выдали кредит на производство снарядов снаряды сделать кредит то есть большая часть денег из банка выдавалась кредиты которые никогда не погашались которые направлялись военно-промышленному комплексу по этой причине они как что называется бесследно исчезают были еще кредиты которые выдавали колхозом совхозом это вообще у них колхозы не погашали ну не было денег то есть ну вот их выдали накапливались долги и тогда цк кпсс принимала решение писать долги до списали долги нужно списать если вы списали долги по космосу тоже списывали там по конкурс по военным ну просто их поймете вот ну танки сделали а что дальше можете что танки есть а как погасить вы еще продавать не будете там же в армии есть вы знаете да долги списывали вот как раз поэтому депозиты государственных касс ссср проели на войнушку по этой причине пассивно возможно но горбачёв робачёв сделал реформу точнее под конец уже под самый конец фактически вот уже в 90-е годы это все началось в 90-м году давайте так что он сделал он госбанк разделил на промышленный банк промбанк агропровышленный банк и тогда чем сразу назвал и жилищно социальный там я примерно moving сцом социальным означалио на жилищно-социальным nidra лично торгово жилищно торгово социально господи там такое но как у него делили значит от промышленный все промышленные предприятия за этим банком агропромышленный Агропромышленность. Все колхозы, совхозы, пищевая промышленность за агропромышленность. А дальше торговля, сфера услуг и так дальше. Это вот в данном случае банк жилищного торгового коммунального. Так было. Но как раз и при Горбачеве впервые разрешили регистрировать частные банки. По этой причине в Украине я могу ошибиться. По-моему, самый первый банк это Украинский инновационный банк зарегистрировал в 1991 году. Еще в районах Советского Союза. Но по большому счету, а и вот тогда действительно от изберегательной кассы превратили в Сбербанк СССР. Тогда действительно появилось название Сбербанк СССР. И он даже получил лицензию банковскую. А потом Советский Союз исчезает и в Украине что появляется? Появляется действительно вот этот промышленный банк, который дальше называли ПИП. Промышленный инновационный банк в Украине. Агропромышленный. Он назывался Агропромышленный банк в скобочках Украина. И вот этот жилищный торговый начали называть УКССОЦБАНК. То есть грубо говоря, СССР уже в Украине, прошу прощения, независимо, Украина образовала. Ну как бы промышленность, ПИП, Банк Украина и СССБАНК. И Сбербанк, конечно, Украина. И вот опять же с отделения внешпосыл торга образовался украинский экспортно-импортный банк. В начале, да, такая ситуация. Начали с 90-х. Боже, как тогда регистрировали банки. Ну представьте, что вы правильно поняли, тогда можно было заинтересовать банк, когда у вас 2000 долларов. 2000 долларов, все. Банкер зарегистрировал огромное количество, но по сравнению из России мало. Нет, действительно, в России был такой момент, когда спрашивали руководителя Центробанка, сколько банков в России. Говорит, не знаю. Нет, действительно не знал. Он даже не знал, сколько в Москве. Был такой момент, когда количество банков, ну банки, чтобы правильно были, вот были такие банки. Квартира, обычная квартира. И там банк сидит, все. Это в Москве такое творилось. У нас такого не было, но тоже дури хватало. И понятное дело, что, скажем так, и в России, и в Украине, в начале банки работали. Смотрите, даже вот, ну сейчас вы знаете, что безналичные платежи, кнопочка, компьютер. В начале такого не было. Там была специальная почта, отправляли эти авизу, меморальный орден. Бумажки ходили. Но надо дать должное в Украине вот эти вот безналичные платежи с помощью, электронные безналичные платежи, с помощью компьютера, появились раньше, чем в России на три года. Да, да, да. Но, опять же, начало 90-х, сумасшедшая инфляция, сумасшедшая. И я говорю, что банк-система, как бы она создавалась, толком никто даже не мог понять. Вот, чтобы правильно поняли, как оно вообще-то работало. Вот, предприятие хочет получить кредит. А банк говорит, а мы не знаем, как его выдавать никак. Ну, вот, потому что, ну, в советское время, как решение ЦК, а тут, и действительно, у нас был такой, ну, идиотский период, но был, в начале 90-х. Кабмин принимает решение, надо выдать кредиты, ну, тогда колхозы, коллективное хозяйство переорганизовать совхозом для посевную. Все, есть решение, и вот тут, в данном случае, банк Украина, агропромышленник, начинает выдавать кредит, но только государь, то есть, вот этим вот бывшим колхозом-совхозом. Просто прийти к бизнесмену взять кредит было нельзя, фермеру нельзя. А вот с совхозом-колхозом можно. Они берут кредит, ну, тогда по 200%. Но вместо того, чтобы эти деньги тратить на посевную, тупо размещают депозит в частном банке под 400%. А частный банк выдает кредит уже частной компании под 600%. Черт, знаешь, что-то. Или покупает там все доллары. Бывает, вот колхозы дали деньги, он все это наличил, это запрещено было. Но был такой бардак, что можно было. Купил наличные доллары, а так как доллары там прошел месяц-другой, он их потом продает, без проблем погажает кредит и установит все в карман. Ну, смотрите, данная инфляция была 11 тысяч процентов. По этой причине, ну, даже для бизнесмена, если брал под 800 процентов, нормаляк было. Ну, это вообще, ну, ребята, ну, будем считать, что это какой-то рынок. Дикий-дикий. Но, смотрите, что произошло. В 95-м году произошел первый банкопад. И это произошло потому, что вот эта вот гиперинфляция, гипер, вот эта действительно, закончилась. То есть, инфляция стала 200 процентов, 240, ну, не 11 тысяч, понимаете как. А ряд банков просто, ну, не сориентировался. Они привыкли до этих сумасшедших денег. 800 процентов, 600, 900. И когда оно все шарахнуло, оказалось, что, ну, и начался банкопад. Я могу даже назвать некоторые банки, названия которых вы уже не помните. Хотя когда-то они грибили. Грибка, бедро, джиня, вылетки выливались. Развалились. 95-й год. А 96-м году появилась гривна. И вот, честно говоря, вот в 96-м году действительно, я бы сказал бы, впервые банки начали работать как банки. Вот этот бардак, который я рассказывал перед этим, закончился. Действительно, банки уже начали выдавать кредиты и физлицам, и юрлицам уже. И принимать депозиты. Причем в начале действительно, ну, ставки были там 100 процентов. Потом стали 60, 70 и даже 40. Вот когда уже стали 40, сказали, ну, это нормально, 30-40 процентов депозит, кредит, нормально. Да, действительно, тогда как бы ситуация такая стабилизировалась. Плюс, вот когда вот эти вот в начале, там вообще банки такие обмены валют делают, такие были. Ну, понимаете, вот представьте, банк, он зарабатывает только на том, что он меняет валюту. Ну, сейчас он вообще не вызван. Банк. Тогда да. А вот уже как раз появилась гривна, это уже не работало. Ну, и тогда, да, действительно, банки начали как бы, ну, работать. И грянул 1998 год. Кризис. Вот понимаете, вот тот кризис, наверное, был самый страшный. Потому что, понимаете, 90-е годы пережили, и все как бы выдохнули, и считали, что кризису быть не может. Ну, самое сложное было в начале 90-х. И когда шарахнул вот этот кризис, ну, для многих был шок. Ну, как, 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 ведь 90-е же пережили. Ох, кризис сильнейший был. Ну, чтобы вы правильно поняли, ну, действительно, получилась ситуация, что крупнейшие банки, вот и проминвест, который ПИП, и Банк Украины, Уксосбанк, они не могли даже платежи проводить. Ну, все, ну, почему застоприлось? Тогда же курс, к примеру, с 2 гривен взлетел до 4. Многие перестали платить проценты намертво. Ну, то есть, оно все развалилось. Да. Плюс ко всему, возникли, конечно, проблемы. Народ побежал депозиты забирать. А, кредит не плачает. То, что вот. Так что, да, действительно, вот тогда во главе был Ющенко. И надо до должной действительно, ну, скажем так, его окружение больше действительно вырулило. Но в 99-м году уже банки очухались, и что-то, ну, как бы, кризис пошел на убыль. На убыль. И разваливается Банк Украины, Агропромышленный Банк Украины. Вот это был шок из шоков, ребята. Говорите, какая ситуация? Несмотря на то, что уже появились новые банки, ну, тогда уже Приват был, был, был. А Валя, Ажо, кто там еще? Ой, Южкомба, боже мой, хипа. И они даже довольно неплохо развивались. Но все равно, если взять все банковские активы, то получалось так. Вот 80% этого, Параминвестбанк, Банк Украина, Уксусбанк. 20% все остальные. Причем, если брать отделение, а тогда, не отделение, филиалы, тогда называлось. Филиал тогда был очень сложно открыть. И получалась ситуация, если взять все филиалы, которые, вот, банковские в Украине, вот этих филиалов, новых банков было очень мало, ужасно. А старых много. То есть, чтобы вы правильно поняли, например, Банк Украины в некоторых регионах монополист. Ну, только его филиалы, других ничего нет. Ну, просто открыть было сложно конкурентам. И они тоже так. Так что, ну, понимаете, получилось три столба, и один столб валится все. Как это может быть? Ну, как? Развалился. Развалился. Я когда-то видео даже вам сделал, рассказал, почему Банк Украина подкрутился. Но, как вы сами понимаете, нет худа без добра. Да, Банк Украина развалился, но вот это расчистило поле для взлета новых банков. Потому что, вы же понимаете, что получилось, клиенты же не исчезли, они порасползались в новых банках, и вот тогда взлет. Приват Банка пошел, а Валя пошел, потом какого еще, Укси Банка. Ну, вот, ях! Потому что, да, действительно, ну, как бы большое количество простор. Это сработало. Это вот сработало. И, ну, что я скажу, после нулевых, да, банки начали уже работать как банки. Между прочим, забыл вам сказать, с 95-го года появились ОВГЗ. И банки начали покупать ОВГЗ уже, ну, как бы, такой цены бумаги, да. И тогда банки, действительно, выдавали уже кредиты. Мало того, если в начале 90-х, там, толком, я говорю, там, кредита черношовых. А тут уже, действительно, начали выдавать кредиты. Требовать залог, оценивать залог, требовать возврату. То есть, ну, уже какая-то начала формироваться культура кредитования. Депозиты. Да, вот тогда уже получилась какая-то вот по таким ставкам принимаем валютные. То есть, уже, ну, как бы, сформировалась, ну, фактически, вот, после 2000-го года, действительно, в Украине начала работать, переживший кризис, полноценная банковская система. Самое настоящее. Ругали, как всегда. Причем, самое интересное, смотрите, депозиты тогда были около 40% в гривне. Ой, мало! Вот когда, если по 400, валюте депозиты были, в моментах, они до 20-22% в долларах США. Да, да, да. Вы знаете, 20, да. Ой, мало! Ой, мало, да. Ну, и кредиты очень дорого были, не спорю. Ну, скажем так, самый дешевый 35, было 40, 45, 50. Да, ну, а как же, все взвалося. Да, и тогда уже МБУ начал более жестко контролировать эти нормативы. А вот вначале, был полнейший пардак, честно говоря. Карточки появились, да, вот как раз после нулевого появились карточки. Еще так толком не знали, какими пользоваться. Малкоматы. Но начало вот это все появляться, развиваться. И действительно уже люди начали вот так учиться снимать деньги с карточек. И все это было пока в 2004 году банк Ажио не продали нерезиденту. Ой, Свет, не, не Светбанк, а как же он назывался, а? Сеп, Сепбанк, Свет потом назывался. Продали этот банк. И когда его продали, это тоже был определенный шок. Сейчас немножко объясню. До этого, конечно, банки купляли, продавали. Но цена их была там 10, 20, 30 тысяч долларов. А тут его продавали, если изменять, 12 миллионов долларов. Это вы что, сумасшедшие? 12 миллионов за банк? В Украине? Но когда оваль продали Рейфа-Азину за миллиард, это был уже шок и шок. И вот тогда, действительно, многие собственники банков сказали, значит так, ребята, это все чепуха. Давай быстренько сейчас мы свой банк разгоняем и продаем за миллиард. Да, да, да. Та-да. Ну, разговоры велись, что тогда Бенни хотел приват продать за 3 миллиарда. Потом, да, да. Потом, возможно, вы слышали, что Уксесбанк продавали 2 раза. Сначала за 700 миллионов, потом посчитали мало, больше миллиарда попросили. Ну, там некоторые банки, понимаете, не было достоверных форматов, сколько продали. Ну, Черновецкий продал свой банк, по-моему, за 500 миллионов. Потом Уксибанк продали, по-моему, за 700. То есть, ну, суммы такие. Но, смотрите, какой нюанс. Да, действительно, в мире была такая тенденция скупки банков. Это не только, чтобы в Украине, это вот всех такая ажиотаж. Но наши ребята сообразили, что для того, чтобы банк дорого продать, его надо раздуть. То есть, чтобы было много делений. Чем больше делений, тем дороже банк. Чтобы было очень много кредитов. Чем больше кредитов, тем дороже банк. Чтобы было очень много клиентов. То же самое. И тогда действительно нагоняли, нагоняли. Действительно, на то, что мы потом наблюдали, в общем-то, почему такая вот ситуация, что многие банки перед продажей, знаете, вот как в очень древние времена рабов когда продавали предпродажи там подкармливали мыли чистили даже там так делать чтобы не смотрели случай вот тоже самое здесь тоже банк прихорашивали прихорашивали в некоторых случаях значительно и так как он был по-настоящему ну а дальше вы наверное помните криз 2008 года и вот тогда это было первое испытание для нерезидентов которые купили украинские банки понимаете какая ситуация когда они покупали украинские банки кто-то вбил в башку и вот тем более что очень многое объясняли что это не сработает что если кредиты отдавать валюте то у вас не будет риска грубо говоря вы даете кредит валюте вам погасит в валюте соответственно в случае девальвации гривны вы ничем не рискуете где мы эту башку убили говорить нет это не работает да вы что везде работает они почему-то сходили с точки зрения что если вы выдали от кредит там если тысяч долларов то если курс взлетит там неизвестно как украинец найдет опять же 10 тысяч долларов погасит так так у нас не работает это когда у нас стабильно и да когда взлетает на все вальт да нет так он и получил как начал сказать 2008 года банки стали прежде всего банки которых купили нерезиденты они были в шоке они не знаю что они так немедленно сейчас подать в суд и потребовать чтобы погасили кредит валюте давайте будем забирать квартиры у нас нельзя забирать это была ситуация такой был бахты такие себе представить не может дают пишем ребята это вообще у нас не работает а как же там вот да не работает так нельзя так не сработает они там действительно это было вы даже представьте давайте вот дайте вот как с ребенком обещаешь они пишут ну вот так у нас не работает потому что ну когда это все уже развалилось ну в крысе 2008 года помню что творилось да курс взлетел вот эта спекуляция вот эти платежи остановились то толком ничего ну не могло быть и и это действительно был супер сложная ситуация архи сложный и по этой причине когда я говорю ну как же то что же работа не работает ну и конечно бы то и конечно то да если помните 2009 тяжело переживали ну 2010 выровнялась фух сказали но обращаю ваше внимание что уже тогда 2000 но кризис 2008 года не пережили ряд крупных банков но если помните был такой банк укрпромбанк помните довольно громадный тем более действительно успешно ну как бы он новый банк развивал я тоже бы ее хотели продать но не успели его раздули там если помните как раз 2009 году я этом году угрозбанк национализировать но получилось так что тоже и они успели продать и банк большой тогда банки если помните он поменьше банк тоже ой какой же третий банк уже не помню какой третий банк был знаете уже начинаю забывать вот а действительно вот открыть 2008 года показал что есть проблема прежде всего связано с тем что действительно нельзя сваливать в украину в украине валютные риски надо всегда учитывать а нельзя это не учитывать они почему-то считают ну действительно доходило до невероятно ты объясняешь что у нас в украине очень много тени его экономики у нас очень много валюты на руках у населения у нас очень много валюты используется бизнесом для расчетов говорят ну это такой быть не может ну как не может если есть плюс ко всему там действительно ситуация но смотрите кроме того что там физлицы не плашали ну я понимаю про это больше говорили но бой самый сильный удар был не погашение кредит в юрлиц это да что началось вот примеру до этого юрлиц он берет кредит валюте курс летел я плашать не буду но эти давайте через суд с требованием агарас обанкротили компания все игре как а вот так обанкротили и все активы забрали эти говорить так как же они же были в залоге рить ну компания что банкротилась и все забрали и там там действительно получилось что банки еще раз повторяю банки где собственники были нерезиденты потеряли очень много архивно и потеряли очень много эти банки которые вот были на продажу не успели продать мы просто раздули и когда шарахнул кризис они не пережили но 2010 год кризис закончился все банк система начала работать выровнялась уже что называется кто кто развалился тот развалился плюс ко всему что сработало ну уже более-менее стабилизация на валютном рынке помните курс восемь ставки по депозитам кредитов даже так сказать при 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 упали вот тогда если помните уже действительно ставки по валюте 10 11 процентов по в риме 2025 ох как вы ругалишь это так мало платит а ставки по кредитам дамута запретили давать валютки на населению можно было юрлистом и тогда получила ситуация что если юрлисток хочет получить кредит гривни до 30 процентов но валюте соответственно 10-12 вот такая ситуация майдан то что много раз говорю мне надо было делать майдан если внимательно посмотреть то что в начале когда начинался еще более-менее и валютный рынок и платежи все работал так же обращаю ваше внимание помните когда было раньше роста там было пару месяцев когда но были проблемы с положением депозитов были но быстренько решили потом все выравнивают вот раньше в революции майдан практически вам показала что как если не делать майдан нормально но вот именно когда вы майдан начали захватывать ход с администрации что началось ну во первых население побежало забирать все депозиты и уже никакие призывы не сработали плюс ко всему юрлист она начали тупо кэшить валюту ну что вы правильно понимаете есть компания бизнес менеджер толком не знает чем это закончится и он говорит так все на обнал или в офшор или в наличку а что он мог еще другой сделать и как вы сами понимаете эту погубила бамп систему дальше закончился майдан как вы помните гонтарева так дальше вы смотрите это уже как бы не тайна порошенко знал как финансировал майдан происходит на это понимал и действительно поставил задание предгонтаревой сделать чистку но если помните самый первый банк еще закрыли до гонтаревой банк который принадлежал кому курченко ну вы сами понимаете потом помните банк форум вообще интересная ситуация но банк форума ну как бы продавали еще продали до криста 2008 года и продали немцы причем до немцы купили кризис 2008 года тяжело пережили они увеличили но все равно ну вот как они немножко банк и этот банк они продали господи новинскому а новинскому да а вот когда это все началось то закрыли и дальше что вам скажу да гонтарева делал просто зачистку некоторых случаях она специально водила куратора потом куратор доводил эту манду ручки потом она водилась временную администрацию все разворовывали там конечно была ситуация следующая когда уже действительно время администрации так дальше были случаи когда договаривались с Гонтереву, причем, что вы правильно поняли, если взять списочек, что? Она закрыла все банки, которые кешевали, кешевали именно Майдан. Смотрите, Майдан кешевали мелкие банки. Она их сдала. Причем самое интересное, что там были случаи, но они кешевали Майдан, они сдали Гонтереву, ее знали, и они были уверены, что их не трогали. Но они всегда этим занимались. И когда я их закрывал, они, а нас-то за что? Мы же Майдан поддерживали. Все, что? Сказали закрыть. Нет, серьезно. Вы это себе представьте, можете. Как они возмущались, потому что, понимаете как, они фактически эти банки финансировали, ну они через их финансирование Майдана шло, через их. Понимаете? И получилось, они за это что пострадали. Такая ситуация. Ну, позакрывали Донецкие банки. Там действительно в некоторых случаях банки закрывали только потому, что там собственники были с окружения Яну Круч. Тупо. Причем, понимаете, какой нюанс? Даже были моменты, когда вот банк, ну, депозиты погашает. Нету ничего. Гонтария вводит куратора. После этого все. Хаплык. Потому что куратор тупо вот. Банк может плачать депозиты. А он говорит, нет, нельзя, типа это для банка плохо. Нельзя. Не погашаем. Люди. Банк рухнет. Не, он это специально сделал. Специально. Вот насчет банка Дельта, честно говоря, я столько раз слышал, что его не закроют, что вы даже себе представить не можете. Причем, люди сприближенные и от собственника банка, и от президента. И они говорят, да нет, ну, действительно большой банк. Действительно, я так понимаю, был пол... Мало того, мемориат МВФ это абсолютно точно было прописано там не было написано Дельта Банк там было прописано, что можно сделать эмиссию гривны для рекапитализации банка как раз сумма эмиссии, которая спасла Дельту, серьезно и все были уверены, что ну все мало того, Дельта Банк был внесен в список системных банков и был принят закон, который гласил, что системные банки нельзя закрывать да ну а, что если там вожа под мантию попало и закрыли действительно очень большой банк и этот удар был колоссальный вот это действительно закрытие Банка Дельты, наверное самое такое событие кризиса 2014-2015 это что-то наподобие как закрытие Банка Украины кризиса 1998 года или к примеру, как закрытие действительно Укрпромбанка да, Промбанка кризиса 2008 это действительно вот такие вот события ну понимаете тем более, что когда Дельту закрыли он действительно подтянул большое количество даже тех банков которые более-менее держались на половину потому что, понимаете оно же все взаимосвязано там гап это причине, да действительно ну конечно как вы сами понимаете вот российские банки попали как заложники там что получилось вот смотрите ну вот этот ПИП да, действительно когда-то собственник его хотел продать за миллиард долларов не получилось и обращая вас внимание что кризис 2008 года как раз начался из проблем с ПИПом в конечном итоге ее купили россияне потом как вы помните Сбербанк России и ВТБ и по большому счету когда все началось собственник из России даже перечислили деньги увеличили капитал да, да ну чтобы банки выжили но скажем так Гонтери начал их просто блокировать им работу и в конечном итоге закончилось тем что ВТБ вообще закрылся ПИП фактически закрылся да ну а Сбербанк сейчас просто переименовался самое интересное что у него показатели сейчас не самые хорошие ну вот такая вот ситуация но действительно после всех этих событий ну вообще вот почему так долго Гонтери обращающая внимание она была то она на больничной то она в отпусках никак не уходила главная цель была забрать у Коломойска Приватбанк потому что Порошенко происходит например если есть Приватбанк Коломойска может финансировать Новый Майдан Приватбанка нет не сможет и она действительно через плечо нарушая все что только можно там уже действительно она действительно фактически ну скажем так национализация Приватбанка это уже был ракет но представьте всех этих операций смотрите что произошло ну фактически до всех этих событий у нас большая часть банковской системы Украины это были частные банки абсолютно ну доля государственных банков что были ну Сбербанк да Угрогазбанк ну там Банки Мелычевка то есть грубо говоря доля всех государственных банков она не превышала а Украинсбанк тоже государственная то есть доля государственных банков не превышала даже не доходила к 30% а когда Приват забрали в результате государственные банки стали владеть 60% всех активов то есть у нас на сегодняшний момент что получилось государственные банки монстр как вы поняли потом немножко идут вот эти вот банки с зарубежным капиталом Рейфайзер Уксибанк Национальный пари и так дальше и чуть-чуть идут банки как бы с украинским капиталом вот такая ситуация и сейчас на сегодняшний момент что мы имеем да в интервью нет банкомпакт прекратился уже вроде бы все успокоились пережили ну смотрите понятно дело для власти любой власти имеет собственные государственные банки большие выгодно по этой причине разговоры о том что надо национализировать приват банк Сбербанк будет долго действия реальных не будет не будет там даже возможно ситуация ну что там скорее всего будет к примеру 25% они могут продать ЕБР банку реконструкции развития но 75% останется государственной такая ситуация что дальше маленькая ситуация был действительно момент я так понимаю эти нерезиденты которые раньше покупали наши банки конечно с удовольствием сейчас эти банки продали но они поняли что это невозможно ну вот смотрите Уксусбанк его пытались продать пытались продать конечно в итоге договорились как Альфа банк сделал эмиссию акций и они обменялись акциям то есть грубо говоря Альфа банк Уксусбанк слились ну продать его было невозможно Уксусбанк хотя в свое время его продали за миллиард 200 его невозможно было ну это действительно как бы спасло ситуацию плюс ну клиенты остались так дальше очень много было разговоров что Райфайзен хочет продать Национальный Уксусбанк но понимаете какая ситуация про это очень много говорили что он хочет продать очень скорее всего там бывает какая ситуация их можно сейчас продать но очень дешево то есть получается если посчитать можно продать в убыток вот ты для того получилось мало то что купил банк дорогу потом еще кризис 2008 заливал деньги кризис 2015 еще заливал а сейчас получается ты будешь продавать банк то ты даже не вернешь ту сумму денег которую ты потратил вот по этой причине ну осталось что касается вот этих наших ребят да говорю вот Гонтриева сильно пощипала она поломала как бы эту всю систему но некоторые более-менее очухались ну Таск Коммерс ну Монобанк что вы знаете они тоже как бы так набили научились работать да вот подобное плюс плюс ко всему сейчас ну как вам сказать произошло такое немножко разделение да есть государственные монстры пускай занимаются есть вот эти иностранцы если обратили внимание они активно не кредитуют они обслуживают карточка обслуживают а вот эти вот банки новые там глобус Таск Коммерс даже тут форвард они занимаются и физлиц и даже вот когда сейчас ипотечные товары они наиболее ну они тоже этим включились активно и юрлис пытается вот тут получается что получилась ситуация наши небольшие банки украинские но наиболее гибкие наиболее динамичные они маленькие они не могут много выдавать кредитов они не могут активно кредитовать бизнес но они стараются и плюс ко всему вот внедряют этой всякой новой технологии с карточками с платежами да да это есть это точно то есть они понимаете получилось они хотя маленькие но монстры там сидят далеко и у них вышел и получилась такая ситуация что есть которые ну грубо говоря гостом понимаете госбанки если работать убыток это нормально есть большие банки зарубежные они ничего не хотят они сидят смотрят по сторонам типа что тут делать как-то делать и наши маленькие которые на сегодняшний момент действительно на сегодняшний момент вот если так посмотреть то наши небольшие банки украинские их самые лучшие обслуживаются ну серьезно даже если вы так соприкасаетесь то вы приходите ну вот покупка ВГЗ через больших а через этот проще тем более что действительно если монобанк сейчас запустит акции будет замечательно опять же ну кто пользовался карточкой вы знаете что ну действительно наиболее гибкие там тарифы так дальше вот таких небольших банков да плюс кто кредиты брал вот пример ну имеется в виду не такие примитивные а ипотечные кредиты вы знаете что действительно в таких вот банках небольших украинских проще сделать серьезно потому что больших там ну там система довольно сложная а тут немножко проще и если даже вот у вас бизнес небольшой и так дальше вам нужный кредит то да на сегодняшний момент взять кредит вот вы небольшие в таком небольшом банке проще чем примеру в том же привате понимаете там в государственных банках есть жесткий стандарт и вы с ними подходите вас отбрасывают вы никому не нужны а в таком небольшом там можно немножко так сказать сдвинуть поговорить договорить понимаете там есть понятно с кем беседовать вот такая у нас получилась банковская система ну понятное дело что этот банкопат конечно ничего хорошего не дал люди все много потеряли плюс бизнес очень много потерял сейчас мы так сказать вычухиваем еще не вычухались потому что я много раз говорил что у нас на сегодняшний момент к сожалению не работает активно кредитование бизнеса вот это же льготная программа 5-7-9 она-то стартанула сумма большая но там в основном идет перекредитовка старые кредиты переоформляют на новый но это немножко не то надо наоборот новые 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 давать и и поддержка кредитования ну ребята ну так не идет так тяжело так сложно что ужас просто проблема я уже про автокредитование вообще молчу а хотя действительно должно быть кредитование бизнеса причем аж рвать но кредитует бизнес больше рабочих мест и это хорошо для экономики и потечь кредитования должно вас дошкаливать ну и автокредитование это факт ну и по чуть-чуть вот это кредитование на карточке потребительское кредитование ну это такое то есть у нас получилось что сейчас потребительское кредитование довольно много ну как вам сказать это должно быть на третьем месте ипотека авто а потом потребительское она сейчас получилась на первом потребительское потом ну это же не правильно ну все вроде бы все хотел рассказать рассказал а вы теперь делайте выводы ну и пишите комментарии пока